Всем огромный привет, друзья! Мы выехали с нашей улицы, представляете? То ли стечение обстоятельств, но нашу улицу сегодня почистили. И почистили очень-очень качественно, да? Относительно того, что было. Да, он проезжал тракторист несколько раз. Тут уже, наверное, четвертый раз заходит. Не может пробить дорогу. Говорит, так если бы тут зимой чистили, мне бы сейчас не пришлось только грести. Прям хорошо почистил, поэтому мы выехали. Я даже сходила в магазин. Но Юра уже в болотниках позже ходил. А я сейчас иду на разведку. Могу ли я вырваться на автомобиле? Потому что было много воды. Сегодня четверг. Завтра последний день внучки в школу. Не знаю, может быть, нам ее отдадут. Вот сейчас я спрашиваю нашей Насте. Если она к нам приедет домой, она будет честно капать в нос. Будешь капать? Ага. Нужно ехать в стоматологию. Мы въезжаем в столицу Алтайского края. Город Барнаул. Уже больше 20 лет прошло, как этот нос открыли. Он был платный, по 10 рублей. Тут турникеты стояли. Хотела сказать, Иртыш еще стоит. А это же ведь не Иртыш, а ОПИ. Вот знаете, такое ощущение, что я Семиплатинском сюда перенеслась. Сходил Юра в стоматологию. Опять вышел оттуда, насмешил меня. Смеялась в больнице. Опять ему не поставили его зубки. Готовь бабосики. Юра мне говорит сейчас, поделился секретом. Ой-ой-ой, я сама себя перебила. Смотри, какой домино. Шпиль такой. А я не видела. Шония строит. Брат Шонии, который командует Барнаулский молочный комбинат. Да какая мне разница, кто строит. Это же жилой дом. Он же не расселится по всем квартирам. Юра тут поделился со мной. Он не испытывает наслаждения за рулем. Говорит, повзрослел. То ли дороги такие убитые. Нет, говорит, наслаждения, когда сидишь и едешь. Молодежный театр Алтая. Я помню, пришли мы туда на спектакль. Назывался «Три Наташи». Я даже не знаю, сколько мы смогли высидеть. Мне он показался таким депрессивным, что мне захотелось оттуда сбежать. Короче, сбежали по одному оттуда. Да, редко бываем с тобой здесь, поэтому все в диковинку. Здесь ничего нового, ничего не изменило. На последние 50 лет мало что изменило. Мы сейчас едем вот в этот торговый центр «Пионер». Блин, а что я еду-то прямо? Я не знаю, почему ты едешь прямо. Я вот тебе специально напомнила. Лариса купила порошок. Я вот тут подошел к Ашанбайкам. Смотрите, такой велосипед. Рама, конечно, металлическая. Цена его... А, 9 999, 999. 10 тысяч. О, а вот эти черненькие стоят 14 тысяч. То есть с амортизатором. Вот с этим. Это для Виталия Добрянского. Цена, чтобы он сравнил. 14 тысяч и 10 тысяч. Вот это 10 тысяч. Вот это вот. Лариса вот здесь куриное брала опять. К коронавирусу. Куриная диета у нас будет. Тем мясо смотрит. Обычно здесь народу гораздо больше. Конец рабочего дня. Четверг сегодня. Народу не очень. Боятся люди. Коронавируса, наверное. А здесь по чем мясо варит? Тут же филе. Смотри, вот, покажи ценник. Ну, сколько здесь? 269,89 по карте. 269. А вчера на Базаре по 350, да, было? Ну, там с костью же. Со шкурой. Это лучше? Ну, то мне мясо нравится больше. Оно вкуснее. А это для фарша поделит. У нас килограмм кабачков стоит 180 рублей. Чуть дешевле мяса, да? Сколько капусту, говорю, очень люблю. По 150 рублей за килограмм. Огурцы стоят 141 рубль 39 копеек. По карте, то есть со скидкой. А без скидки сколько? На 7 рублей дороже. Вот смотрите, взвешиваю капусту. 107-й ход. Кот. Сколько мы? Это вытянуло на 64 рубля. Это перчик красивый. Цена 189,90. 190 рублей, короче. Яблоки 140, 150, 114, 130, 130, до 150, короче. Апельсины 65 рублей за килограмм. Мандарины здесь тоже 64 рубля. Гранат 190 рублей. Без карты 200. Виноград. Вот этот внизу черненький. 250 рублей. Наверху 320 рублей. Вот этот вот. А вот этот вообще 380. Без косточек. Взошли в отдел колбасы. Молочные. Сосиси 127. Сибирские 60 рублей. Вот эти большие. 127. Не знаю, сколько за килограмм. Молочные особые. Это омские, да, Варис? Омский бекон. Вот такая пачка. Сколько в этой пачке? Нету очков. Так, почти килограмм. 300 рублей. А я взяла сибирская продовольственная компания. Почем? По 200 с чем-то. Почти килограмм, да? Да. Колбасы копченые. Вареные. 389. Это за килограмм, да, колбаса? Угу. 102. 380. 370. Смотрите, молоко питьевое. Пастерилизованное. Пастерилизованное. 1 литр 60 рублей. У нас теперь здесь тоже, как в Америке, горошек. По 70 рублей пакетик. Там в нем 400 грамм. Что еще есть? Брюссельская капуста по 88 рублей. Брокколи по 91 рублю. Все по 400 грамм, наверное. А там уже повыше, там побольше мешочки, там по 700 грамм. О, даже баклажаны гриль есть. Вау, как хорошо. Классно. Тут тоже нарезки какие-то замороженные. Наверное, это картофель замороженный. О, он до нас тоже дошел. Замороженный картофель. Картофель, это американская же сеть. Так, подожди. Точно картофель замороженный я никогда не видела. Я вот это люблю. По соль. Да у меня бочки были 135. 29, по-моему, за килограмм это. И капуста, брокколи. 162 рубля за килограмм. Пожалуйста, перец замороженный. 150 рублей за килограмм. Овощи, вишня. Ну, ягодки даже есть. И живичка. Смесь компотная. Что только нету. Я никогда в этом отделе-то не ходила. Смотрите, у нас есть замороженная картошка. Я раньше никогда не до 511 рублей. Наверное, целый пакет. Тут 2,5 килограмма, 419 рублей. Бориса решила не брать. Говорит, ничего нет в пакете. А ценник-то. Офигеть. Я хотела взять это. Ладно, будем смотреть. У нас дома лучше замороженное. Укропчики. Что там еще? Перчики. Еще? Помидоры у меня есть. И как его? Лис-то как? Щавель. Щавель, да. Так, сыр. 500 рублей. Ой, тут по 780 рублей. Ты не там прочитал. О, 500. Ну, это тот, наверное. Это что? Я нашла тут сгущенное молоко. Смотри. В каком ведерке. Ведерок пластмассовый такой. По акции 87 рублей. Металлические банки сколько стоят? Вот мне как раз молоко сухое надо. Смотри, жирность 25%. Ого. Представляешь? 25. Это прям сконцентрированное. Санкт-Петербург. Это можно в 10 раз увеличивать смело. Цена 130 рублей. Как это? Вот, Лариса нашла тут еще сухие сливки. Заменитель сливок. А, заменитель. Да, я хочу посмотреть, кто это и вот пест готовил. Короче, молоко 130, сухое, 400 грамм. А 200 грамм сливок 70, да? Ой, ну хотя бы это неправильные сливки. Заменителем молока? Да. Все, передумала вот собой. А вон Лариса идет. Набрала. Масло набрала. По чем, говори? Ой, по вообще, по хорошей цене по 64 рубля. Один литр 64 рубля, представляете? Решила подкупить сахар. Мы его не очень-то едим, но надо. Недиться. Надо. Ну у нас нет сахара. По чем сахар? По чем? Там осталось несколько ложечек. По чем? Вот красный ценник, по-моему. Посмотрите. 130, если красный. Вот Лариса еще шоколадки купила. Для себя любимая, для меня, конечно. Акция 39 рублей. Альпенгольд. Молочный вроде бы. Ну и окончательный аккорд. Это, конечно, хлеб. Лариса взяла Бородинского, да? Ну вот, какой-то. Видите, сколько тут? Грамм 400. Дорницкий новый 450. 32 рубля. Офигеть. Вот, ребятки, закупились. На какую сумму? Лорик, давай, скались. Ой, 5800. 570, что ли? 5870 рублей. Вот так вот. Теперь будем жить автономно. Так, едем. Шоколад по акции. Едем по улице. 39 рублей за шоколадку. Да, к своей. Что-то вообще. Сейчас поедем дальше. К нашим родным и близким. Вернуть же надо. Смотрю, бампера многие поразбивали на автомобилях. Заменены на новые. Приехали вот к нашим родственникам. Мой, мой, мой. Настя, привет. Закрывается, стесняется. И вот, наконец-то, мы возвращаемся домой. Из Барнаула. Вот, как он вот день прошел, можно сказать. Настя поехала к нам жить. Да, сидит на заднем сиденье. Немножко хулиганит. София тоже собиралась, но ей нельзя. София хочет с нами тоже ехать. Да, София? Ну, ее мама не пускает. У нее занятия. Занятия у нее. Школа. У нее занятия. А Настя закончила все занятия и поехала. А вообще Настя не хочет. Она сказала, я не хочу, чтобы кто-то ехал к вам. Я хочу, чтобы я там была одна. Я была спокойна. И вообще занималась тем, чем хочу. А Настя сказала, что Алтайка это такое место, где она может побыть одна. Я у вас чувствую, как будто все ни короли, ни короялы, ни кто. А, ты равная, да? Да. Понятно. Я там могу делать все, что захочу. Ну, только хулиганить. Ну, ты что, мы тебе что, курить разрешаем, что ли? Я не курю больше. Ну, ты больше. Бросила? Да нет. На дом едем. Загадывайте желание. Настя, смотри, как светится мост. Да, 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 я вижу. А мы под мостом будем ехать? Вот под мостом. Когда вы делаете желание, хлопайте в подошвы. А вы зачем хлопать по ладоши? Ну, ладно, я тоже поддам все общие паники. Барнул, барнул буквой. Все. Проехали уже. Да, ты не успела. Сейчас на мост. Я хлопала. Я хлопала вот так вот, одной рукой, по второй. Доехали мы до нашей улицы. Ой, со стороны трассы. И вот что здесь нас ждал сюрприз. Юрий приходится копать. Он ездит с лопатой. Говорит, не буду же я это машиной расталкивать. Насте смешно, что я сказала сюрприз. Сюрприз у нас тут происходит. Юра, неплохо получается. Юра, у нас копай. Нет, конечно.